В Следственном комитете рассказали о ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Фургала. Напомним, 9 июля губернатор Хабаровского края задержан у своего дома, а на следующий день арестован в Османном районном суде Москвы на два месяца по обвинению в организации убийств, совершенных в 2000-х годах. По словам сотрудников Следственного комитета, работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась. Однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать показания. Сейчас для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Например, убийство Зори было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зори железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зори. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе – компанией МИФ, которая занималась скупкой и перепродажей металлолома. Позднее расширив свой бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, было брошено две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил. Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала. Стоит отметить, что одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Государственной Думы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми Тимофеевскими. Именно представители этой банды, как полагают следствия, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники. Сам же Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний. С учетом тяжести совершенных преступлений и санкций соответствующей статьи, именно суд решит вопрос о применении срока в давности. Но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключение экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения.